Всем привет, ребят! Меня зовут Пиксель, и сегодня я всё так же, ребят, работаю на грядках. Ничего, в принципе, не поменялось, поэтому давайте же сразу приступим. И сразу же, знаете, есть такая небольшая, ребята, для вас новость. Как бы нет смысла это скрывать, вот и так всё... Ё-моё. Здравствуйте, Пиксель. Здравствуйте, господин президент. Вы ещё не предупредили, что вы приедете? Я только хотел рассказать, что у нас тут вертолёты, думал, какое-то учение. А это, видимо, ваша охрана. Ё-моё. Слушай, Пиксель, это не охрана. Пойдём, пойдём. Ты сегодня освобождён от работы. Вы уверены? Может, я хотя бы эту грядочку-то досаживаю? Нет, нет, нет. Не стоит, не стоит. Дай мне вот эту вот матышку, пожалуйста. Матышку, пожалуйста. Вот вам морковочки возьмите, господин президент. Вам полезно, витаминки нужны. Слушай, вот... Она теперь тебе больше не нужна, у тебя есть вот это. Офигеть! Пойдём. Ё-моё, ребят. Я вас сейчас догоню. Можно я на секундочку, ну, как бы тут я... С мыслями, с мыслями, да? Давай, да, давай, ладно. Ребята, я просто в шоке. Я даже попрестоваться нормально не успел, как тут приехал, ребята, президент. Я даже реально этого с самого начала не заметил. Видел только вертолёт и видел какие-то машины на заднем плане. Но, знаете, очень сильно опаздывал на работу. Не обратил внимания. И, знаете, с одной стороны, хорошо, что он приехал, потому что меня реально освободят, как бы, от работы на сегодня и не оштрафуют за опоздание. Посмотрите, ребята, ё-моё, какие-то машины тут стоят. Ничего не понятно, но пойдёмте. Какие-то мотыги даёт. Да-да-да-да-да, я уже здесь, извините, что задержался. Пиксель, рассказывай, как живёшь. Может, это, ну, впустишь меня внутрь, как бы? Да, проходите, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Ай, да живу, 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 хорошо живу. Давайте я вам стульчик вот так вот поверну, вот присаживайтесь. Вы извините, у меня, конечно, не трон, но вот такой вот стульчик. Спасибо, я, я постою. В общем, у меня для тебя есть несколько подарков, Пиксель. Покажи мне свой телефон. У меня нет. Я не знаю, где мой телефон, кстати, последние пару дней... У тебя есть телефон, возьми телефон. Ё-моё, подождите. Это iPhone 11? Ну, это последняя модель, да. Я не разбиваюсь. Ребята, я просто в шоке. Пишите, пожалуйста, кстати, в комментариях. Если знаете, мне кажется, президент думает, что я дурак, просто я сейчас реально на эмоциях. Пишите, пожалуйста, в комментариях, ребята, хотели бы вы себе на Новый год iPhone 11. Подождите, это... А, это iPhone 11 Pro Max. Ё-моё, ё-моё. Да-да-да, я здесь, извините, извините, просто эмоции, эмоции. Так вот, дружище, дальше. Смотрите, там все номера, в общем, там есть и мой номер, и номер моего напарника, там этого, как его, ну, моего помощника, не важно, Игорь зовут его, в общем, да. Значит, смотри, смотри, вот тебе ещё, я здесь, смотри, монитора одного, мне кажется, тебе будет маловато, поэтому я решил, как бы, тебе вот подарить здесь ещё парочку, так скажем, вот таких штучек. Офигеть. То есть, подождите, это получается... Так, вот это мне теперь не нужно, то есть это вот так вот получается, а это вот как-то... Так, как тут это устанавливается? Я не могу. Да, это получается вот так, а вот это вот как-то вот... Можете, пожалуйста, вот блок сюда какой-нибудь поставить? Ну, 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 конечно, наверное, я смогу. Вот так. Офигеть, ё-моё, конечно, это немножечко неправильно сейчас установлено, но вы просто посмотрите на это, спасибо вам огромное, я просто в шоке. Ребята, у меня теперь три монитора, ещё и телефон новый. Так, подождите, теперь вместо будильника можно сюда ещё вот так вот поставить. Обалдеть. Ё-моё, так, куда бы это вот сюда? Да-да-да-да. Пиксель, у меня вопрос, ты вообще удачливый человек как-то? Ну, ну, я не знаю, никогда не проверял. Ну, смотри, вот это для неудачливых, если у тебя как-то проблемы будут, я думаю, он тебе поможет, это значит... Я в шоке, так, давайте это, я не знаю, в печку не получится, вот куда-нибудь вот сюда положу, так вместе с матышкой моим новым... Хотя телефончик я лучше с собой буду носить, такой классный. А теперь, Пиксель, пойдём, пройдём лучше на улицу и отойдём немножечко подальше. Слушайте, а вы можете, пожалуйста, тут немножечко поставить? Просто, ну, я сейчас, я извиняюсь, что заставляю ждать, ну, как бы, я быстренько, хорошо? Ладно. Ребят, просто, знаете, как-то я хочу опробовать новую мотыгу, прям очень хочу, и, знаете, как-то не очень удобно перед мэром, я не хочу как-то каким-то блатным себя почувствовать, поэтому, знаете, хочется мне быстренько доубирать, заодно, ребята, все свои мысли выложить вам и рассказать. Я, честно, вообще не понимаю, что это происходит, может, это какой-то троллинг, у нас же там с жителем, ребята, марафон троллингов, напоминаю вам об этом, ребята, что в конце месяца вы выберете самого лучшего тролля, который получит 5000 рублей своего оппонента. И, знаете, ребята, что меня как бы сейчас пугает? Может, это как-то Андрей меня троллит, и я сейчас зря такие эмоции крутые выдаю, потому что я реально, я реально удивлен, телефон-то настоящий, пулеметы, ребята, крутой компьютер. Надеюсь, что это все-таки не троллинг, и у меня это все останется, ребята, потому что подарки, ребята, очень-очень щедрые. Так, давайте теперь это все занесем. Раньше я всегда мотыгу оставлял на складе, но теперь, ребята, этого точно не будет, теперь этого точно не будет. Я буду хранить ее просто, как, я не знаю, зеницу ока. Так, выкладываю сюда все, так, телефончик и матышка всегда со мной, пойдемте к президенту. Сейчас, извинюсь, что-то как бы заставило его ждать, и давайте заодно на его кортеж посмотрим. Так, он что-то возле машины своей трется, видимо. Посмотрите, куча охраны, ребята, куча машин, все ограждено. Ладно, здравствуйте, господин президент, извините, там нужно было отлучиться, все-таки, ну, не гоже как бы работу прогуливать. Да, 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 слушай, я понимаю, молодец, молодец. Пойдем, отойдем, я думаю, ты человек везучий. У меня есть вот такая штучка, да, я думаю, тебе понравится. Это же, а, это Пандора Бокс? Он же очень дорогой, ну, не... Аккуратно, ну, ты не откажешь его. Ну, слушай, это по твоему желанию, но я бы не рекомендовал бы. Мне просто очень хочется посмотреть, что там выпалит. Ну, сейчас... А вроде бы, вроде ничего такого. Ничего вроде, да, просто... Кожаная броня? Тебе нужна кожаная броня? Кожаная броня, ну, видите, я не очень везучий человек. Ну, ладно. Правильно, правильно, тебе не нужна кожаная броня, тебе нужна алмазная броня. Я все правильно понимаю. Ладно. Офигеть. В общем, смотри. Пиксель, ближе к делу. Пойдем сюда. У меня здесь, в общем, тебе есть самые такие, значит, приятные подарки. Видишь вот эту машину, да? Да, да, кстати, очень классная. За сколько брали? Погоди, погоди, стой, стой, стой. Тут габарит немного затерся, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Е-мое, ребят, он протирает. Все, 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 все. Я протер пиджак, ладно, поменяю. В общем, это твоя. Чего? Ну, да, это твоя. Слушай, Андрей, ну это уже не смешно. Ну, топалишься, конечно, жестко. Что? Ну, я говорю, Андрей, ну реально, завязывай с троллингами. Ну, все, все, хватит. Я тебя раскусил. Все, машина для перебора. Похоже, похоже, вы неправильно меня поняли, господин Пиксель. Я, я, я не Андрей. Я действительно президент. Пожди. Ё-моё, ребята, это реально президент. Он пахнет, как президент. Ай. А-а-а. Да. 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 Хорош. Это. Чего? Да-да, аккуратно, не разнеси кортедж, мой. Так, ладно, ладно, я ее здесь припаркую, ребята, просто. Я реально в шоке. Во-первых, я нахамил президенту. Я надеюсь, что он на меня не в обиде. То есть это, это реально моя машина? Ну, ну да. Ой, подожди, тут еще один габарит. Да, да ничего, не надо, не надо, пожалуйста. Слушайте, спасибо вам огромное. Вы мне прям так настроение сегодня подняли. Ну, а что я вам за это все должен? Сколько изумрудов-то? Ничего ты мне не должен. Сейчас тебе поднимет настроение еще больше вот этот вертолет, потому что, наверное, действительно можешь подняться. Он стоит на крыше у тебя. Ну, там, площадку оборудовали уже. Я думаю, ну, это тоже твое. Оно мне не нужно. Тебе как бы на Новый год не жалко. Ты молодец. Ч-ч-ч-чего? Это, это мой вертолет? Личный вертолет? Ну, ну да. Да, твой личный вертолет. Я, я вообще ничего не понимаю, ребята, если честно. Но я очень-очень доволен. Так, давайте попробуем взлететь сейчас так аккуратненько. Аккуратненько. Слушайте, я уже имел дело с этим вертолетом. Это, в принципе, очень секретная, ребята, модель. Те, кто не смотрели ролик, где я штурмовал военную базу, в принципе, обязательно посмотрите на канале. Так, сейчас его где-нибудь посадим аккуратненько. Вот, вот, где-нибудь вот здесь. Вот так, 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 давайте аккуратненько. Давайте его где-нибудь вот здесь вот сейчас, в принципе, припаркуем. Так, отлично. Мягкая посадочка, ребята, в принципе, отлично. Слушайте, я реально, я реально очень вам благодарен, господин президент. Спасибо вам за все, реально. Вот, ребята, вот голосуйте за нашего президента, если он еще раз будет баллотироваться. Очень крутые подарки. А вы, а вы всем такое дарите? Слушай, нет, просто ты очень многое сделал для нашей деревни. Ты очень хорошо сделал все, и поэтому я решился тебе подарить вот этот вот, значит, подарок. Но это еще не последнее, это еще не последнее. Слушайте, а можно уже не надо? Мне как-то неудобно. Это просто очень крутые подарки. Мне бы, знаете, мотыги хватило на самом деле. Последний, последний сладенький подарок это вот этот. КамАЗ, слушайте, круто. Можно же этот КамАЗ с деревни отдать и... Нет, какой КамАЗ? Ты чего? Это просто, знаешь, подставка, безделушка. Вот, багажный отдел открой. Ё-моё. А, я, я, ё-моё, ребята! Это жесть. Это полное... Это реально все мне? Ну, не мне же. Хочешь, заберу. Не-не-не, спасибо. Не, конечно, можешь не взять. Слушайте, ребят, я так, конечно, не могу. Надо с жителями немножко поделиться. Так, давайте я сейчас кого найду, всем сразу по стаку дам. Потому что, ну, как бы, я так не могу. Привет, житель, слушай. Летом президент подарок дал. Держи, это тебе. Так, давайте вот этому жителю тоже подарим. Так, тебе три стака, дружище. Так, здесь кто-то есть? Не знаю, давайте... Так, ладно, здесь не получится. Так, давайте вот этому жителю тоже кинем. Так, раз, два, три. Так, ему покидаем. Так, вот тут парочка жителей стоит. Ребят, я вам ещё потом занесу. Ну вот, с Новым Годом вас, с наступающим. Ребята, я просто в шоке. Какой же, какой же, какие же крутые подарки. Спасибо вам большое. Вы не представляете, насколько сильно вы вот подняли настроение мне и, в принципе, всем жителям. Я сейчас всем всё подарю тоже. Я сейчас, ну, как-то поделюсь, потому что, ну, как-то, ну, некрасиво всё себе забирать. Слушай, Биксер, благородный поступок. Молодец, благородный поступок. Так вот, слушай, я не знаю, у тебя вообще нормально всё в деревне? Может, чё-то не хватает, ремонт какой-нибудь или... Да не-не, знаете, всё... О, 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 тебе охрана нужна, охрана. Вы мне хотите охрану ещё подарить? Да, вот это... Не-не, мне кажется, мне это кажется перебор. Спасибо вам, конечно, большое, но я больше от вас не возьму, мне как-то неудобно. Да-да ладно, неудобство, это как бы всё такое, знаешь, чушь, чушь собачья. Как говорится, пока дают, бери. Так вот, пойдём, я не знаю, может, тебе помочь надо? Да нет, реально, правда, спасибо, не надо, не надо, вы чего, они же грязные. Я сейчас на секундочку подойду. Ребят, я на этом, наверное, ролик буду заканчивать, потому что, если я сейчас продолжу снимать, мне кажется, президент мне тут на себя полностью государство на моё имя перепишет, ребята. А мне как-то уже неудобно, мне бы, я говорю, мне бы мотыги хватило, а вот мотыги телефона вообще с головой. Ребят, если ролик вам понравился, обязательно ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал. И также, ребята, по традиции, уже напомню в конце этого ролика, что ролик... Господи, я уже запутался, я извиняюсь, ребята, просто реально в шоке. Ролик до конца декабря, ребята, выходит на канале два раза в день. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомление о выходе новых роликов, которые выходят два раза в день. Опять же, первый в 11.30 и второй в 17.00 по московскому времени. А я пойду, ребята, президента как-то нужно ещё отблагодарить. Не знаю, может, помогу ему как-то в решении каких-то государственных проблем. Побегу, ребята. Всем удачи и пока-пока.